приветствую друзья всех и отдох сегодня у меня вот такой вот леново планшет будем менять гнездо зарядки аппарат не заряжается видимо болтается гнездо судя по всему выломано давайте разберем его посмотрим можно сделать цена ремонта 10 евро разбираем лошад множество болтов все одинаковые винты все одинаковые так вроде все винты сняли берем шпатель никаких секретов и здесь не вижу судя по всему открывается также как и все типа него повыше чуть-чуть а вот Продолжение следует... Продолжение следует... Так, здесь у нас батарейка... Разъём батарейки... Вот так вот просто отстёгивается... Мне показалось, что сверху разъём заклеен белым пластиком... Такие же плату держат такие же винты, как и крышку... Одинаковые... Так, кнопки звука... Аккуратно отклеиваем... Так, здесь у нас ещё один шлейф... Отстёгиваем шлейф нижнего модуля... Так, вот здесь у нас под пластиком что-то спрятано... Да, здесь у нас спрятан разъём... Судя по драйверу... Разъём тачскрина... Отстёгиваем... Так, и виброзвонок... Можно его отпаять... Кому как удобнее... Можно просто снять... Итак, сняли плату... Смотрим, что у нас за разъём такой... Вот... Вообще оторваны... Вообще отломаны... И отломаны, судя по всему, с пятаками... Да... Такое очень часто бывает... Когда гнездо зарядки... Отломано вместе с пятаками... Давайте временно снимем... Датчик... Света... Вот... Потому что может расплавиться... Итак... Здесь будем ставить перемычки... Как минимум три... Насколько я вижу... Итак... Ищем гнездо такого... Именно такого гнезда у нас нету... Можно заменить... Сейчас посмотрим, чем мы его заменим... Я думаю, что это будет... Я думаю, что это будет... BlackBerry... 8520... Такое... Хорошее... Универсальное... Гнездо... Да... Можно... Можно поставить... Такое гнездо... Да... BlackBerry... Подходит... Можно ставить... Так... Устанавливаем... Клатовый держак... Так... Устанавливаем... Ну... Вот... Как-то так... Ставим... Фен... Температуру я выставил 300 градусов... Греем... Снизу... Добавляем... Флюс... Так... Греем... Для того, чтобы снять... Составляющую... Гнезда... Зарядки... Которая у нас осталась... Здесь... Сообщение... Пришло мне... Так... Там... На... На... Ура... Меня... Там... Meng... Ура... Вот такая вот деталь осталась у нас сняли её. Давайте посмотрим что у нас здесь осталось из пятаков. По-моему ещё не осталось, да ни одного пятака нету, надо ставить, будем ставить перемычки, ну вот сюда ещё можно припаять, это у нас плюс, ну можно припаять на массу, вот эти три контакта нужно будет ставить перемычки. Такое очень часто бывает в выломанных гнездах зарядки, не только на планшетах, но и на всех остальных телефонах. Итак, давайте добавим флюс, поставим гнездо и после этого поставим перемычки. Да, вот это наверно лучше снять, я чувствую, она нам мешается. Возьмём флюс. Возьмём флюс. Возьмём флюс. Возьмём флюс. Вот так вот мы её натягиваем, потому что гнездо не совсем родное, она вроде села. Вот так вот посадили гнездо, видите, да, первый и последний контакт мы можем припаять, даже отсюда видно, а три средних придётся стоять перемычки. Сейчас я на паузе, наверное, поставлю перемычки, покажу уже готовое гнездо, потому что проблематично будет снять на камеру, как ставятся перемычки. Итак, десять минут перемычки готовы. Сейчас я покажу вам, что у нас получилось. Каждому, кто занимается ремонтом сотовых телефонов, надо научиться стоять перемычки. Вот они ставятся с тонкой проволокой. Такая вот готовая проволока уже продаётся. Вот если такую проволоку найти не можете, то можно… вот эти два контакта мы припаяли, первый и последний, на массу и на плюс. И остальные три, на остальные три поставили перемычки. Ту самую проволоку, которую я вам показывал. Вот, практически каждый, ну если не каждый второй, то каждый третий сотовый телефон, смартфон имеет проблему именно гнезд зарядки, вот с отуронными пятаками. и поэтому покажу поближе. Немного объясню, всегда изгибайте перемычки, чтобы они имели возможность немного шевелиться, потому что, как бы крепко вы не припаяли гнездо зарядки, всё равно во время втыкания гнезда, оно будет… какие-то мельчайшие вибрации будут, поэтому никогда не ставьте перемычки с натягом. всегда вот так вот изгибайте их, видите. Вот. Всё это очень хорошо паяется под микроскопом. Вот, если микроскопа нет, но есть хорошее зрение, то всё это можно припаять и на глаз. ставим обратно датчик. так вот. Продолжение следует... Припаяли датчик. Так, вставляем материнку. Давайте вставим сначала обратную сторону. Здесь у нас находился... Так, стоп. Вот так вот. Здесь у нас был шлейф нижнего модуля. Застегиваем. И разъем виброзвонка припаяем обратно. Так, вот так вот. А так вот. Застегиваем. сквиброзвонок припаяли ставим плату застёгиваем тачскрин далее это у нас шлейф дисплея по ходу пристёгиваем батарейку кнопка звука пластик обратно ставим скрепляем винтами давайте сразу подключим проверим качество наших перемычек логотип появился зарядка пошла как вы видите ставим обратно крышку в общем то все не буду дальше снимать нет смысла собираем болты собираем болты всем спасибо за внимание это у нас было леново модель 630 всем спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал всем удачи в ремонте до свидания